обладающим самосознанием и живущим одними инстинктами. Но сегодня я вам покажу невероятные случаи, заснятые на камеру, которые сильно пошатнут ваши представления о братьях наших меньше. Начнем со случая в зоопарке Будапешта. Ворона пыталась стащить у медведя кусочек еды, но случайно угодила в бассейн и все никак не могла выбраться. Казалось, что ей уже ничего не поможет, но тут медведь сделал нечто невероятное. Он стал помогать вороне выбраться, косолапой схватил ее за крыло и вытащил на сушу. В начале могло показаться, что он сделал это для того, чтобы съесть несчастную птицу, но нет, медведь просто вытащил ее и продолжил заниматься своими делами. Ворона пришла в себя и еще долго сидела, дожидаясь, пока высохнут ее крылья. Далее у нас идет случай в одном из зоопарков США. Неуклюжий козленок упал в пруд и все никак не мог выбраться. Он долго звал на помощь, и помощь пришла. Один очень смелый поросенок прыгнул за ним в воду, подплыл к нему и вытолкнул бедолагу на берег. Если помните, мы уже рассказывали про случай, когда один поросенок умудрился спасти жизнь человеку. Так что на счету этих животных уже два очка. Далее идет случай с двумя собаками, которые оказались одни на лодке посреди реки. Судя по всему, лодка случайно отвязалась и поплыла по течению. Перепуганные собаки начали громко лаять. И тут, откуда ни возьмись, им на помощь плывет лабрадор. Причем плывет против течения. Лабрадор схватил трос и потянул лодку к берегу, выручив своих товарищей. Вообще собаки частенько спасают не только своих сородичей, но и других животных, как, например, этот пес, вытащивший из пруда тонущего воробья. Что могут делать кошки в окружении собак? Ну, например, драться между собой. Одному парню удалось заснять уникальный случай, когда собаки разняли дерущихся кошек. Забавно, но даже люди не всегда разнимают дерущихся мужчин посреди улицы. Наверное, нам есть чему поучиться у животных. Несколько лет назад в интернет попал очень трогательный ролик, где одна лошадь кормит свою соседку сеном через решетку. Причем кормление продолжалось довольно долго. Быть может, это любовь. Перемещаемся в Африку, где несколько лет назад произошел интересный случай на глазах туристов. Одинокий детеныш антилопы гну гулял по лугу, как вдруг откуда ни возьмись появился лев и погнался за несчастным. Естественно, у детеныша не было и шанса убежать. Лев быстро его настиг, но потом произошло нечто удивительное. Хищник не стал убивать и есть детеныша антилопы. Он просто встал рядом и даже начал играть с малышом. Можно подумать, что это игра кошки с мышкой. Однако вскоре подбежал другой лев и попытался сам напасть и съесть детеныша. Но его собрат не дал ему этого сделать. Возникает вопрос, что с этой кошкой не так? Неужели сыграла жалость? Или, может быть, родительский инстинкт пробудился? А может, хищник просто охраняет свой обед? Так можно было бы подумать, если бы не знаменитая история львицы по имени Комуняк, которая умудрилась удочерить шестерых детенышей антилопы. С первым детенышем она прожила две недели и все это время ничего не ела. Однажды, пока она, истощенная от голода, лежала под деревом, другой лев напал из засады и утащил ее приемыша. Но месяц спустя львица уже ходила с новым малышом антилопы. Правда, вскоре его у нее забрали работники заповедника, потому что он был слишком мал, чтобы выжить без материнского молока. С третьим малышом было то же самое. Судьба четвертого и пятого детенышей оказалась сходна с судьбой первого. Их съели чужие львы, а вот шестому повезло. Его мать уцелела, и львица даже позволяла ей приближаться к малышу и кормить его, после чего она вновь брала на себя опеку, не пытаясь покушаться ни на жизнь мамы антилопы, ни на жизнь ее сына. Некоторое время спустя львица оставила приемного детеныша его биологической матери и ушла в неизвестном направлении. С тех пор ее никто больше не видел. Причина столь странного поведения хищницы, скорее всего, кроется в ее прошлом. Возможно, ее собственные детеныши были когда-то убиты, и инстинкт материнства пересилил жажду крови, что превратило свирепую львицу в нежную и заботливую мать. Инцидент произошел на побережье Лонг-Айленда, когда местный житель Марк Фрилли прогуливался с двумя своими собаками по пляжу. В какой-то момент золотистый ретривер заметил в воде что-то барахтающееся и бросился в пролив. Хозяин пса лишь через некоторое время понял, что собака тащит к берегу раненого олененка. После того, как ретривер вытащил испуганное животное из воды, он начал тыкаться в него носом и поскуливать. Пес не оставлял дрожащего олененка до самого прибытия ветеринара. Сотрудники местной организации по спасению животных забрали оленя на лечение. А это видео, снятое в Аргентине, вмиг стало популярным. Хозяин двух лабрадоров кинул палку в реку, и одна из собак кинулась ее принести. После того, как лабрадор взял палку в зубы, его начало уносить течение. В последний момент вторая собака спасла своего друга. Просто невероятно. А вот как маленький слоненок умудрился спасти свою мать. Крокодил схватил за хобот слониху, и когда она развернулась, ее детеныш набросился на рептилию, и та отпустила хобот. Кошечка застряла головой в стаканчике и долго не могла освободиться. Тогда на помощь к ней пришла собака. Один щенок умудрился упасть в яму и никак не мог оттуда выбраться. Этот инцидент увидела кошка. Казалось бы, какое ей может быть дело до щенка? Ведь это вовсе не котенок. Но тем не менее, она спустилась и вытащила собачку из ямы. В Индии одну мартышку ударила током, отчего она потеряла сознание. К ней на помощь кинулась другая обезьяна, которая незамедлительно попыталась реанимировать несчастную. И это удалось. Мартышка пришла в сознание. Кошка увидела рыбку, выскочившую из воды, после чего незамедлительно помогла ей вернуться. Просто удивительно. А тут у нас леопард поймал антилопу и принялся ее душить. Казалось бы, что ее уже ничего не спасет. Но вдруг, откуда ни возьмись, появились бабуины, которые прогнали леопарда. Через некоторое время антилопа пришла в себя и побежала прочь. Возможно, бабуины не преследовали цель спасти антилопу, а просто прогнали со своей территории опасного хищника. Тем не менее, их действия спасли жизнь. А вот как рыб пытается спасти собака. Она поливает их водой, чтобы хоть как-то смягчить их страдания. Это видео довольно быстро стало популярным. Многие комментаторы писали, что это всего лишь инстинкт у собаки по закапыванию пищи на запас. Хотя другие пользователи утверждали, что будь это правдой, то тогда перед этим пес сперва бы раскапывал ямку, а потому закапывание тут ни при чем. Кому верить, решайте сами. Змея поймала ящерицу и принялась ее душить. Вторая ящерка, увидевшая это, попыталась спасти товарища. И самое удивительное, ей это удалось. Неоднократно бывали случаи, когда бегемоты спасали животных, которых схватывали крокодилы. Вот, например, антилопа угодила впасть рептилии, и тут сразу к ней на выручку бросился бегемот. А тут в беду попала зебра, которая уже, казалось, была обречена. Крокодил утаскивал ее под воду, но несколько бросившихся на помощь бегемотов не дали его планам воплотиться в жизнь. Зебра была спасена. А в этом видео маленькую зебру, которая пыталась пересечь реку, начало уносить течение. Заметивший это бегемот поспешил ей на помощь. Он помог зебре добраться до берега и взобраться на камни. В британском зоопарке одна обезьяна заметила тонущего птенца. Она протянула ему лист и вытащила его на сушу.